Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, одним словом, все те, кто любят анекдоты. Вы на канале «Анекдоты от А до Я». Слушайте, смейтесь, подписывайтесь, подписывайте друзей. Ну а мы начинаем. Из-за сегодняшнего обитающего коронавируса ученые украинские долго работали и выяснили, что для поднятия иммунитета человеку каждый день 50 грамм горилочки не только полезно, но и мало. Галя, ты не знаешь, что делать, ну если парень охладел? Что, совсем охладел? Да, совсем. Ну так похорони его. Люся сама пришла на дискотеку. Какое-то время осмотрелась, а потом почувствовала легкое недомогание. Все, она приняла решение домогаться самой. Я вернулась, не перепихнулась. А они не так. Алло, вспомнила. Я явилась, не запилилась. Два бомжа возле помойки встречаются, один на другого смотрит, говорит, Володя, а что это ты на помойку стал приходить в костюме, в галстуке? Что, а ты не слышал? Президент по телевизору выступал и объявил всем, что мы теперь средний класс, поэтому надо соответствовать. Одесса, два одессита сидят в ресторане, один говорит, смотри, какие цыпочки сидят за соседним столиком. А, ну да, ничего. Так может подойдем, познакомимся? Давай, только чуть позже. А что? Пусть они сначала рассчитаются. В магазине для животных мужик долго выбирает песок для кота, рассматривает этот, этот, выбор большой, и, наконец-то, на одном делает выбор. Только собирается брать, женщина, стоящая рядом, говорит, этот не берите, молодой человек, возьмите этот, этот лучше. Тут поворачивается к женщине, говорит, вы знаете, женщина нет, этот я уже брал, он мне не нравится. Он берется комочками. Она глянула на мужика, говорит, а, извините, вы для себя. Одесса, супружеская пара, подходит к киоску и говорит, скажите, пожалуйста, у вас есть что-нибудь почитать нашему ребенку? Ну, могу вам порекомендовать журнал «Наука и техника». Нет, вы знаете, вы не поняли, у нас ребенок очень маленький. Ну, так там есть как раз рубрика для маленьких еврейских детей. Что вы говорите, как она называется? Маленькие хитрости. Ясный майский день, бабушка гуляет с своим внуком. И вдруг прохожая замечает, что мальчик маленький бегает в валенках. Говорит, баба Таня, жара такая на улице, куда вы ему валенки надели? Говорит, тихо, тихо, без валенок никак нельзя, не догоню. Представляешь, ребенку с четвертого этажа купили батут. Так уже три дня не могут его остановить. Отчего? Так у них же еще и потолок натяжной. Прикинь, Валерчик, захожу в магазин, нормально, пустые прилавки. Ни гречки, никакой ни крупы, ни риса тебе. Хлеба нету, о чем там говорить. Масло подсолнечное. Я начал скандалить. Они дали пиздюлей, выгнали из магазина. Я поднимаюсь, читаю вывеску. Мебельный. А знаешь, Вовчик, какие у меня ощущения от вакцинации? А? Так я тебе скажу. Работать не хочу, хочу жрать, спать и водки. И это я еще не вакцинировался. Муж жене говорит, иди сюда. Она подходит, присядь. Она присаживается. Говорит, ну, дорогая, знаю я все про твои похождения, про твоего любовничка. Как он живет, каким бизнесом он занимается, сколько у него денег, сколько у него яхт, машин. И у тебя есть совесть просить у меня шубу. А? Папа, папа, а скажи, а чем глупец отличается от мудреца? Ну, как тебе сказать? Я приведу тебе пример. Вот смотри, глупец всем жалуется на свой разорванный карман. А мудрый человек, он этим пользуется, чтобы прочесать яйца. Понял? Звонок в полицейский участок. Алло, полиция? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Ко мне бандиты в дом ломятся. Срочно приезжайте. Говорит, тихо, успокойтесь. Что успокойтесь? Они дверь выламывают прямо нагло, тупо. Говорит, тихо, тихо. Вы сами дома? Говорит, да, я сама дома. Что, рядом никого нету? Нет, абсолютно никого нету. Скажите, оружие в доме есть? Наверное, есть. Что значит, наверное? Есть или нету? Муж у меня охотник, должно быть. Ну, ружье, да? Двухствольное ружье должно быть. Да, должно быть двухствольное ружье. Сейчас посмотрю. Быстрее, смотрите. Побежала в сейф. Да, есть, вот ружье двухствольное. Патроны есть к нему? Есть. Давайте быстрее приезжайте, они уже дверь топором рубят. Говорит, хорошо. Подождите секундочку. Смотрите на свое ружье. Сверху там есть такая железная штучка. Оно двухствольное ружье? Да, двухствольное. Вот эту штучку сверху, видите? Да, вижу. Поверните ее вправо. Повернули? Да. А теперь ломайте ружье пополам. Переломали? Да, переломало ружье пополам. Вставляйте туда два патрона. Ставили? Ставила, да. Складывайте ружье назад. Сложили? Сложила. Ой, они уже взорвались в квартиру. Стреляйте. Бу-бу. Ну что? Как там эти подлецы? Лежат. Живы? Да, по-моему, живы. Переломайте еще раз ружье. Переломали? Да, переломало. Ага. Вынимайте старые патроны. Вставляйте новые. Вынули? Вставили? Да, вставила. Зарядите опять ружье. Зарядили? Да. Теперь с одного ствола в голову одному. Со второго ствола в голову второму. Бух! Бух! Попали? Да. Все, мертвые не шевелятся? Нет, не шевелятся. Ну все. Тогда всего хорошего вам. Всего доброго. Подождите, а вы что, не приедете? Нет, куда ж? Сейчас же карантин. Я только советами помогаю. Ну а на сегодня все, поэтому разрешите откланяться. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok